Окей, это последняя лекция. Что ж, как вы верно заметили, заключительное выступление – нейромышечные расстройства. Очень часто именно об этом в неврологии имеют тенденцию забыть. Это патология, которая может быть не такая интересная, не такая яркая, в отличие от других неврологических заболеваний, или во всяком случае, таковой она считается. Ее часто мало диагностируют, плохо диагностируют, плохо замечают. Поэтому я очень надеюсь, что сегодняшнее выступление позволит облегчить диагностику некоторых из этих патологических состояний. Видите, теперь вот застревать компьютер стал. Вообще завис. Мейромышечные заболевания манифестируются тетропорезом, то есть слабостью всех четырех конечностей. Почему сложно диагностировать? По ряду причин. Причина очень разнообразная. Причина тетропореза. О них мы сегодня поговорим кратко. Затем о распознавании нейромышечных заболеваний, о постановке диагноза и лечении. Итак, тетропорез. Вот котенок. Как вы видите, у него выраженная слабость в связи с врожденной инфекцией вирусом. Тетропорез может вызываться в том числе стволовыми нарушениями, как здесь и было. Могут быть изменения со стороны... Система проприцепции со стороны когнитивных функций. Могут быть изменения со стороны суставов. И вот здесь дело в том, что нарушение с проприцепцией животное не понимает, в каком положении находится сустав. Манифестация может быть связана с нарушениями черепных нервов, с поражением лобных долей. Но поражение лобных долей, как правило, сопровождается поведенческими нарушениями, припадками, равно как и проприцептивными нарушениями. В частности, лапа, ее положение в пространстве животному будет непонятно, и в соответствующие пробы будут плохо выполняться. Еще одной причиной тетропореза может быть поражение шейных отделов спинного мозга. Это проявление поражения, так называемого, верхнего мута нейрона. Вы наверняка знаете об этом. Если есть необходимость, мы об этом кратко поговорим. Проприцептивные нарушения. Повреждения восходящих и нисходящих трактов белого вещества спинного мозга. Нейромышечные нарушения не характеризуются сенсорными нарушениями, поскольку сенсорные аксоны редко повреждаются. Чаще повреждаются при таких нейропатиях именно моторные, мотонейроны и соответствующие проводящие пути. Генерализованные проявления будут характеризоваться проявлениями со стороны нижнего мотонейрона в отношении всех конечностей. Проприцепция будет, как правило, сохранна, и могут наблюдаться поражения черепных нервов. Что я имею в виду, говоря, о нейромышечном заболевании? Я имею в виду поражение периферического нерва. Нейромышечной бляшки, то есть участка, где мышца и нерв соединяются, либо самой мышцы. Одним из первичных клинических проявлений будет служить слабость и низкая переносимость физической нагрузки. Иногда низкая переносимость физической нагрузки означает, что собака просто не может дойти от автомобиля до ветеринара, куда владелец привез свое животное. Установочные реакции. Это одно дело. Нормальная проприцепция – это другое. В частности, например, животное может исправить установочное положение лапы и хорошо реагирует. Это очень важно. В Великобритании зачастую не все знают, как оценивать проприцепцию. Оценивают ее по-разному. И пробы не всегда точны. Я не знаю, может быть, я трачу сейчас время и пересказываю вам уже известное. Но все-таки, пользуясь случаем, хочу обратить внимание на некоторые аспекты. наилучшим способом. Тут, знаете, нужна собака для демонстрации. Может быть, вас пригласить. Это я шучу, извините. Как оценить проприцепцию? Это чтобы была дана опора на конечность и оценить соответствующий рефлекс. Я имею в виду, что бедро или плечо будет не на линии со всеми остальными суставами. Видите, я вот так вот отклоняюсь. Я должна за счет проприцепции понимать, что соосность суставов нарушена. И я должна исправить эту соосность. Вот это я имею в виду, говоря о таком вот рефлексе. Вот я отклоняюсь в сторону. Даже при хорошем равновесии я понимаю, что у меня неправильное положение. Меня начинают, например, удержать в этом положении. Я начинаю скакать, чтобы исправить положение. Поэтому вот эта скакательная проба это наилучший способ для оценки проприцепции. Второй способ оценить проприцептивную чувствительность. А, вы собаку сейчас принесете? Серьезно, что ли? Ну, будет здорово. Нормальная собака-то хоть не агрессивная? Дальше. Животное надо поставить и поддерживать массу тела. Потому что если это нервно-мышечное заболевание, оно за счет своих мышц не будет удержаться. Она просто упадет. Поэтому нужно перераспорядить его вес. Вот пример плохой пробы на проприцепцию. Часто вот так в Великобритании делают. Кладут бумажку под стопу животному. Итак, кладете бумажку. И дальше потихонечку эту бумажку выдергиваете из-под лапы. Итак, у меня мышечная слабость. Я пытаюсь вытянуть эту бумажку. Так и я упаду вместе с этой бумажкой. Это как ковер из-под меня выдернуть, понимаете? Вот это не проприцепция. Это не проприцептивная проба. Это мышечная слабость. Поэтому выдернуть из-под животного лист бумаги может вам продемонстрировать возможное наличие проприцептивного дефицита. Но это совершенно некорректный способ оценивать эту функцию. Поэтому наилучший способ – это поддерживать животное и поставить ему лапы на тыльную сторону, с тем, чтобы оно исправило положение лапы или чтобы был скакательный рефлекс. Если сейчас приведут животное, будут только рады. Вот обычная кошка. Кошка вам просто не даст, чтобы вы лапу в нормальных обстоятельствах поставили ей на тыльную сторону. Она будет просто отдергивать лапу и говорить, нет, слушай, убери руки, я не собака тебе. Не буду я тут стоять и играть тут в эти игрушки. Скажет вам нормальная кошка. Вот нормальная. Скакательный рефлекс. Видите соосность суставов? Локтевой, запястный и плечевой находятся в нормальной соосности. Вот примеры. Скакательный рефлекс у кошки. Видите, абсолютно нормальный рефлекс. Здесь то же самое с тазовыми конечностями. Видите, здесь трудности уже у животного возникают. Очевидно, да? Что есть слабость на тазовых конечностях. И проприоцептивный дефицит. Это не кошка с нейромышечными нарушениями, сразу скажу. Вот это постановка конечностей на тыльную сторону. Посмотрите. Это кошка. Кошки вообще не имеют свойства стоять на тыльной стороне. Проделали вы такую пробу. Эта проба не будет доказательством плохой проприоцепции. Поэтому, видите, я использую теперь пробу на только одной стороне тела. И можно увидеть, что это действительно позволяет оценить. Вот это да. Итак, вот этот скакательный рефлекс для оценки проприоцепции и слабости. Потому что это более точный способ определения. Как зовут собачку-то? Продолжение следует... Продолжение следует... Настолько замечательных вещей со мной еще не случалось. Столик шатается. Может быть, стол немножко скользкий для животного. Может быть, придется это сделать на полу. Давайте на полу тогда это сделаем. Итак, сейчас вот этот вот скакательный рефлекс будем оценивать. Текст немножко напуган. Оценивая проприюцепцию, важно приподнять животное. В противном случае вы просто оцениваете силу его мышц. Приподняли и пытаетесь поставить лапу на тыльную поверхность. Правой рукой и с внутренней поверхности бедра я поддерживаю животное. И он очень быстро возвращает лапу в исходное положение. То же самое на грудной конечность. Я придерживаю его левой рукой под живот. Вот этот скакательный рефлекс. В одну сторону я провела его, в другую. При этом, видите, одна лапа приподнята. Видите, как только нарушается соосность сустава, он начинает смещать положение для того, чтобы восстановить эту соосность. Господи, что же со мной происходит, думает собака. То же самое тазовые конечности. Оценивается по одной. Видите, я руками удерживаю всю массу тела животного. В другую сторону оценка состояния конечностей на одной стороне тела, на одной половине тела. Продолжаем оценку состояния на одной половине тела. Отведем нашего замечательного мальчушку в другую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжаем. Поэтому здесь дело в том, что если есть мышечная слабость, то как раз необходимо поддерживать животное для того, чтобы корректным образом оценить проприоцепцию. Поэтому очень важно провести эту грань между адекватной проприоцепцией и мышечной слабостью, что как раз делается за счет приподнятия животного. Слушайте, это что, было требование, чтобы кто-то из ветеринаров принес собаку на конференцию? Без этого не пускали? Я думаю, что это известно многим из вас. Но я все-таки хотела бы включить этот слайд на случай, если слова «верхний и нижний мотонейрон» как-то вас приведут в смущение. Итак, это тип поражения мотонейронов. Нейрон, либо находящийся в области мозга и оказывающий нисходящее влияние, или нейрон, идущий к мышце из серого вещества мозга. Когда мы говорим о нейромышечных нарушениях, конечно, нас интересуют нижние мотонейроны, то есть нервы, отростки которых идут из серого вещества спинного мозга к мышцам. Итак, термины «верхний и нижний мотонейрон» мы используем для того, чтобы описывать различные типы порезов или пороличей и оценивать двигательную функцию. Также используются различные виды рефлексов, потому что спинальные рефлексы будут либо нормальными, либо повышенной живости, потому что верхний мотонейрон выше по иерархии. В случае повреждения нижнего мотонейрона, поскольку он участвует в замыкании дуги рефлекса, рефлексы будут сниженной живости. Если есть поражение верхнего мотонейрона, то сохраняется объем мышечной ткани на протяжении долгого времени и постепенно развивается атрофия. Напротив, при поражении нижнего мотонейрона, собственно говоря, начинается мышечная атрофия, и она развивается очень и очень быстро. Необходимо помнить, что кошка с отрывом или собака с отрывом плечевого сплетения вы видите, как быстро у них начинается мышечная атрофия, или, например, животное с повреждением более вышележащих центров, у которых постепенно развивается эта патология. Или, например, возьмем таксу, у нее, например, медленно будет атрофия развиваться тазовых конечностей. Говоря о топической диагностике, важно помнить, что при повреждении нижней части спинного мозга будет поражаться участок серого вещества шейное утолщение. Поэтому будут проявления на грудных конечностях, будут проявления поражения нижнего мотонейрона, на тазовых конечностях признаки поражения верхнего мотонейрона, имеется в виду рефлексия повышенной живости. Напротив, говоря о нейропатиях, на грудных конечностях будут проявления со стороны нижнего мотонейрона, поэтому рефлексы будут сниженной живости во всех группах конечностей, как грудных, так и тазовых. Именно так топически можно диагностировать и различить одно от другого. При нейропатии сниженная живость рефлексия во всех группах конечностей, плюс атрофия мышц. Хочу продемонстрировать пример маленького щенка с миопатией, потому что у него очень характерная походка для миопатии. Почему полезно это продемонстрировать? Вы думаете очевидно, очевидно вот эта миопатия или нет у животного? Нет, я думаю, что нет. Собственно, потому что вот эта походка может свидетельствовать и о болевом синдроме. Вы можете подумать, ну ладно, щенок лабрадора, может у него дисплазия бедра. Не обязательно придет первая мысль такая о неврологии. Но на самом деле такая тугоподвижность, это не тугоподвижность, это слабость. Представьте себе, вы слабы и каждую ногу просто волочите. И вы стараетесь как-то быстрее и быстрее эти ноги переставлять, потому что большими шагами вы не сможете идти. Большие шаги означают, что надо вложить, так сказать, больше энергии. Вот собака часто садится, щеночек вот этот вот. И он сидит для того, чтобы передохнуть. И потом, когда он встает... Давайте еще раз запустим ролик. Когда он начинает шагать, вроде бы выглядит нормальным абсолютно животным. И чем ближе он к тому моменту, когда он сядет, у него ухудшается походка. Все хуже и хуже, все болит шаткое становится. И вот он садится. Садится свободно. Нет ощущения, что у него там дисплазия, тазобедренного сустава. Он хорошо садится. Дальше небольшой период, когда он идет довольно нормально. Потом укорачиваются шаги. И опять садится. Плюс у него даже для щенка очень слабо развиты мышцы. И дальше вы видите, что грудные конечности здесь очень ярко себя проявляют. Вот немножко замедленный режим. Видите, парочку шагов, буквально коротенькие, как прыжки кролика, и опять садится. Поэтому вот эта походка, похожая на кроличью, очень характерна. Он говорит, не, ребят, не пойду. И видеоролик решил замедлиться вслед за собакой. Вот у этой собаки определяют рефлексы, их живость. Коленного рефлекса просто нет. И рефлекса с большеверцовой мышцей тоже не просматривается. Не просматривается рефлексы и скомбаловидные кроножные мышцы. Что-то компьютер здесь затормозился. Ну, может быть, потом ролик подойдет к этому моменту. Но он отдергивал, кстати, лапу нормально, на щепок. То есть сниженная живость рефлексов в совокупности с такой походкой, которая ухудшается с течением времени, говорит о нейромышечных нарушениях. Клиницисту очень сложно поставить конкретный диагноз по нозологической форме. Это может быть нейропатия или миопатия. И даже нарушение нейромышечной передачи, что маловероятно, потому что все-таки некоторая живость у рефлексов присутствует. В большей степени это свидетельствует о полинеэропатии, поскольку при миопатии рефлексы, как правило, сохранны. За исключением этого заболевания. Может быть, вы, кстати, угадаете, что это за заболевание? Может быть, неврологи уже знают, что это за заболевание, о котором мы говорим сейчас. Меостыния Гравис хорошая догадка. Почему я спрашиваю? Потому что очень трудно быть энциклопедистом-неврологом. Очень много патологических состояний. Но многие из них наследуемые. И бывает иногда пользоваться хорошо доктором Гуглом. Молодой лабрадор. И вы пишете нейромышечная слабость, лабрадор-ретриверы. Меопатия лабрадор-ретривера. Вот это и есть центральная ядерная миопатия. И вот диагностически можно дальше и ничего не делать, потому что можно провести генетическое исследование. Так нам подсказывает господин Гугл. Выполняйте диагностическую пробу, генетический анализ просто по анализу крови. Поэтому если у вас есть чистая порода, есть вероятность, что там сходное состояние, и на него есть генетические маркеры, не имеет смысл просто сразу сделать генетическое исследование, это будет дешевле. Вообще трудно кошку заставить что-то делать в клинике. Вот кошка Бермоняц. Эти кошки очень похожи на собак. В плане своего поведения. Вот посмотрите, ну это кошка. Но она садится. Может она просто и села, потому что это кошка. Она гуляет сама по себе. Вы кошку не посадите на поводок и не скажете, что... Нет, я не устала, я просто валяюсь, я кошка. Я просто хочу поваляться. Вот не поймете вы, так это или не так. Может она и не устала. Да нет, хорошо я себя чувствую. Кошки могут регулировать свою деятельность в зависимости от того, как им нравится, и притворяться, что у них все в порядке. И мы даже не будем этого замечать. Вот кошка. И создается ощущение тугоподвижности. И прежде чем он устанет, такое ощущение, что он садится и притворяется, что он чем-то заинтересован. Вот владелец его зовет. И в этот момент он садится. И глаз тебя отводит в сторону, и вообще он о своем думает. И вообще он владельца не слышит. Вот похуже. Прежде чем он уселся, мы видим опять-таки такую тугоподвижность, шаткую походку. И может пройти несколько шагов всего. И потом сразу садится. И как и предыдущая собака. Посмотрите, как и предыдущая собака. Вроде бы, когда он начинает шагать, все нормально. И постепенно состояние ухудшается. Посмотрите, у него есть хромота. Вы можете подумать, что он хромает. Это нейромышечная слабость. Это не хромота в полном смысле этого слова. Может быть, кто-то хочет догадаться, что такое с ним. Кто-нибудь хочет предложить догадку, что там? По-моему, Саша знает. Или думает, что знает. Да, гипокалиемия у берманца. Это аутосомно-рецессивно-наследуемая патология. Опять-таки, есть генетический анализ. Конкретно на это. Поэтому опять-таки, пишем берманца, и Google нам сразу скажет. Потому он теряет калий. У них очень быстро у этих животных экскректируется калий. И у них оказывается состояние гипокалиемии. В общем-то, может усугубляться положение на высокоуглеводной диете. На фоне стресса может усугубляться. А у этого котика во взрослом состоянии манифестировалось заболевание, и это было не характерно. У него стабильное состояние было на протяжении всей жизни. Потом его перевели на высокоуглеводную диету. Плюс он стал жить в другом месте. Получился стресс, и у него манифестировались такие проблемы. Поэтому калиевыми добавками и вот эта гипокалиемия нормально была оккупирована. Поэтому своевременная диагностика помогла. Признаки нейромышечных заболеваний. Мы показывали видеоролик вчера. Вот эту венгерскую выжлу. У них, в принципе, есть склонность к аутоиммунным заболеваниям. В том числе и миостыне гравис и полимиозит. При полимиозите страдают мышцы глотки, пищевода. Поэтому можно наблюдать проявление дисфагии. Вы видите, что у собаки миска полна слюней, потому что она не может адекватно пить и не может, по сути дела, поглощать жидкость. И наоборот, только слюна выходит обратно в миску. Дисфагия. Иногда вы должны задать прямой вопрос владельцу. Владелец не обязательно хочет об этом рассказывать. Немецкая овчарка. К сожалению, всего две недели назад поступила к нам в клинику. У нее фульминантная, молниеносная, тяжелая миостыния. Собака умерла. От разрыва глазного яблока. Офтальмолога у нас не было. Направили собаку к офтальмологу. И собака умерла просто в связи со стрессом. Мы... Я покажу протокол. Помогли ему справиться с тяжелой миостынией, но у него не было возможности закрывать глаза. Представьте, настолько тяжелая миостыния, что животное не может закрыть глаз. И когда я снимала фотографию, я думаю, какая слабость. И вот за две недели, через две недели после этой фотографии у него лопнуло глазное яблоко. Уже яблоко с такой же геморрагическим синдромом. Вы видите, подтекает слюна, потому что у животного развивается дисфагия. Действительно, выраженная слабость. Сниженные полипобриальные рефлексы. И он не может глотать. Вот реакция с ресниц. Вы видите, что движение очень малого объема. И чем чаще вы постукиваете по глазу, тем хуже вот этот полипобриальный рефлекс. Поэтому как подтвердить тяжелую миостынию, если вот этот вот рефлекс ресниц начинает увядать? Сначала вроде бы рефлекс хорошей такой живости, и чем чаще вы его проверяете, чем дольше, тем, соответственно, менее выраженным он становится. Кошка с миопатией непонятной теологии. Это уже очень похоже на мышечную дистрофию. Биоптаты были патологическими, но при этом никто не понимал, что происходит. Обратите, пожалуйста, внимание, что кошка как-то так стоит с такой крыловидной лопаткой. Лопатка так крыловидная. Трудно кошку заставить ходить, она прячется в углу. Посмотрите, при этом выпадает язык. Часто при слабости у кошек есть характерная походка. То есть они выглядят вот как такие, как бы это сказать, мифические существа, и походка соответствующая. Поэтому в каком-то смысле вы должны стать с Шерлоком Холмсом, когда вы рассуждаете о нейромышечных заболеваниях. Какие тут возможны улики? Например, животное начинает нормально ходить, и при продолжении физнагрузки ухудшается состояние походки. Это дифдиагноз остеоартрита. Потому что вроде бы тугоподвижность, когда животное поднимается. Дальше оно вроде как может расходиться. А тут наоборот. Тут не то, что оно расходилось, а наоборот оно идет, 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 и все хуже и хуже. Эгравитация, дисфагия, долго поглощает пищу. Дисфания, то есть изменение, если можно так сказать, голосовой функции, изменение частоты звука, громкости. Может быть, животное спит с открытыми глазами и подтекает слюна. При нейромышечных заболеваниях этиология очень и очень разнообразна. И если вы точно не знаете, что это такое, например, если это берманица и дипокалиемия, или какие-то генетические анализы, то, конечно, если только это не такие простые случаи, у вас на повестке дня масса вопросов и требуется всестороннее выявление причин нейромышечной патологии, это дорого. Поэтому имеет смысл начать с самого простого, с выявления воспалительных причин, анализ крови, поиск причины, например, воспалительной миопатии. Затем биохимия крови, поиск, например, диабета, выявление диабета как возможной первопричины диабетической нейропатии, хронический дефицит глюкозы при инсулин-продуцирующих опухолях, определение электролита в крови, выявление гипокалиемии, гипокальциемии и даже недостаток магния, у коров такой есть, гипомагниемия не часто у мелких животных, но необходимо помнить о том, что она также может делать свой вклад в ослабление. Креатинкиназа, это, конечно, не самое частое лабораторное исследование. Есть аппарат Айдекс, которые определяют креатинкиназу, но надо помнить о ней, потому что креатинкиназа будет повышенной при некоторых патологических состояниях, сопровождающихся распадом мышечной ткани, при дистрофии мышц, счет будет идти на десятки тысяч, будет высокий показатель креатинкиназа, при воспалении, например, при паразитарных, протозойных заболеваниях, при полимиозите уровень креатинкиназа может быть от пятисот до нескольких тысяч. Это не десятки тысяч. Это не специфический биомаркер, поэтому, если она, в принципе, выше тысячи, это вам ничего не даст специфического. И если начинается распад мышечной ткани за счет метаболических нарушений, за счет, например, катаболической фазы, то креатинкиназа опять-таки пойдет вверх. Ферменты печени они могут быть увеличены, и они очень хорошо поднимаются при протозойной патологии, при неоспоридиях, при токсоплазмозе. Вот о неоспорах мой коллега тут выступал. Вообще, диагностировать это сложно. На мой взгляд, протозойные заболевания увидеть можно благодаря повышению АЛТ вместе с повышением креатинкиназы. Пробы на выносливость ограничения есть по применению этих проб у кошек. Ну, оденете вы на кошку поводок, ну, и потянете ее за собой, и она будет идти, 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 и потом упадет. Вот, просто можно собачке бросить какую-нибудь эту тарелочку, она за ней побежит, а кошка нет. Поэтому у кошек ограничен этот метод. У нас есть анализатор газа в крови, поэтому до и после физнагрузки я измерю PH крови. Зачем? В двух патологических состояниях это особо уместно. Во-первых, если есть митохондриальная патология, то есть, грубо говоря, страдают батареи, аккумуляторные батареи, мышц, то тогда будут плохо утилизироваться органические кислоты и будет накопление органических кислот с соответствующим изменением PH. Ну, лактат это классика, поэтому показания для определения, поэтому показания будет резкое снижение PH. Для меня будет это наглядно. Например, было 7,4, PH стало 7,2. Я это увидела, и, видимо, нужно будет провести другие, более сложные пробы для того, чтобы выявить наличие органических кислот. Например, проба на лактат можем сделать, или на другие органические кислоты, тут анализ будет немножко более затрудненным. Еще одно птологическое состояние, коллапс, вызванный физической нагрузкой. Например, у Абадора Триверов такое бывает. В частности, они занимаются, занимаются, бегают, 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 разогреваются, дальше уходят в тенек и начинают тяжело дышать, пытаясь снизить температуру. И вот, если определить PH, у них будет дыхательный алкалоз, потому что они очень активно дышат и сильно выводят СО2. До генетической пробы я измеряла PH у этих лабрадоров и ректальную температуру. Эта пара давала мне диагноз. Итак, при нарушениях PH, это может быть за счет органических кислот, имеет смысл в моче поймать органические кислоты, потому что это тоже довольно просто. Можно отправить анализ мочи в Сан-Диего в соответствующую лабораторию компаративных исследований нейромышечных заболеваний. Анализ этот может уловить 40 разных органических кислот. Это действительно такой дорогой, но при этом такой полномасштабный тест на органические кислоты. Итак, лактат можно и первого отизмерить до и после физической нагрузки. Мы это можем сделать у нас в нашей лаборатории, в нашей клинике. Далее до и после физнагрузки можно определить уровень электролитов, потому что есть некоторые редкие патологические состояния, сопровождающиеся периодическими параличами, которые сопровождаются гиперколиемией. Опять-таки можно до и после упражнений определять глюкозу, после упражнения можно измерять ректальную температуру, будет она например 108 по фаренгейту например. Это даже у нормальной собаки так бывает. Далее, в скобки я поставила реакция на эдрофониум хлорид. Я не знаю, есть ли у вас этот препарат в России для утренгейтного введения. Он был довольно дешев, теперь он стал дорогим. Эдрофониум хлорид. Что это такое? Это антихолиностеразное средство. Он увеличивает количество ацетилхолина. Это как проба на место неюгравис. Что получается при его введении? Они занимаются, занимаются, устают, такие животные, не могут уже не шагать. Вы вводите им как раз этот препарат эдрофониум хлорид и вдруг животное прямо как феникс из огня восстает и побежало. Вот опять-таки это животное у меня на приеме. Кошка поступила вечером, точнее это кот, он даже получал оксидинацию. Я увидела, что экскурсии грудной клетки не было. Я думаю, вот это да, нет экскурсии грудной клетки. Может у него поливральный выпад какой-то. Не было поливрального выпада. Глаза были широко раскрыты. Животное было очень слабым, но в сознании. И я подумала, а может быть это миостыния? Взяли эдрофонию, ввели внутривенно и кошка встала. Поэтому кошка не могла дышать, не было экскурсии грудной клетки. И вот она поднялась. Вот это да. Как так получилось? А дело в том, что этот препарат действует в течение нескольких минут. Через нескольких минут он опять завалился обратно. И мы сделали вот эти несколько фотографий. Поэтому это не чудо лекарства, конечно. Это фульминантное, молниеносное, тяжелое миостынье. Посмотрите, как он смотрит. Трудно описать. Это типичные глаза миостыничного животного. В человеческой медицине говорят о том, что в глазах при этом двоится. Поэтому эдрофония хлорида или перидостегмин или неостегмин в инъекционных формах как препараты для пробы. Неостегмин, кстати говоря, действует долго. И, собственно говоря, на неостегмине эта кошка и живет. Следующие пробы рентгенографии органов грудной полости. Потому что первое, что вы исключаете, это пневмонию. Потому что, например, может быть аспирационная пневмония, если тяжелое миостынье. Плюс протозоинные заболевания неоспории, токсоплазмоз также могут поражать легкие. И можно увидеть усиление легочного рисунка на рентгенограмме. Также оправдан поиск тимомы, опухоль из вилочковой железы тимуса. В тимусе содержатся клетки с рецепторами, которые по антигенному составу похожи на мышечные клетки. И вот когда тимус начинает распадаться за счет опухолевого процесса, эти антигеноактивные клетки попадают в кровоток. И это как раз тот момент, когда происходит антигенная презентация вот этого перекрестно-реагирующего антигена, и тут-то может уже развиваться сенсибилизация и мышечная слабость. Важно поэтому исключить тимому, потому что животное можно лечить и не знать, что же такое, а при этом достаточно будет удалить опухоль тимуса. Это очень часто наблюдается также следует выполнить анализы крови другого свойства титры антител к ацетилхолиновым рецепторам на предмет поиска и выявления миостыни и гравис. Далее, если это миозит жевательных мышц и теряется объем жевательных мышц, то это так называемая проба 2М, это титр антител к жевательным мышцам, это мышца второго типа так называемой и выявление неоспоры. Далее выявление возможных эндокринных заболеваний, выявление фруктозаминов при диабете, инсулинов при инсулин продуцирующих опухолях, гипотириоз и выявление Т4 у кошек, гипотириоз ТСГ и Т4 у собак и исключение синдрома Кушинга и синдрома Одессона. Это метаболические нарушения, которые вполне естественным образом поражают нервы и мышцы. Во всех этих органах очень мощный метаболизм. И если животное Кушингуэд или диабетик или собака с гипотириозом или кошка с гипотириозом и при этом у нее нет поражения мышц, такого не бывает. ну подумайте кошка с гипотириозом но она слабая почему она слабая почему у нее сниженная мышечная масса потому что она просто сжигает мышечную ткань нарушаются функции митохондрии начинается разобщение митохондрии и в мозгу и в мышцах и так далее при гипотириозе начинается энцефалопатия они становятся агрессивными у них нарушение в головном мозге поэтому не может быть таких патологий без миопатии а здесь и нейропатия и миопатия вот собака смешанной породы с синдромом Кушинга это миотония последствия синдрома Кушинга очень часто он наблюдается у пуделей вообще у пуделей есть что-то такое почему такая вероятность поэтому если пудель с синдромом Кушинга надо быстро лечить потому что иначе будет и гипотония сниженный тонус миотония поэтому это скорее всего нервное поражение и нарушение активности ионных каналов далее уже специализация господа у нас есть электромиография в России у вас есть есть вообще миография и доступ к электромиографу у кого-то есть я смотрю да электромиография это тот инструмент который нужен неврологу когда я только начинала свою работу электромиограф стоил 20 тысяч фунтов как и электроэнцефалограф я думала что я никогда не отобью вложенных денег в этот аппарат за все годы своей последующей работы потому что конечно это дорогое удовольствие но он вам нужен как неврологу потому что когда вы исключили все сказанное сделали анализы ДНК и так далее уже непонятно что делать дальше электромиография как раз может помочь поэтому можно сделать в терапевтическом отделении все о чем я сказала а вот теперь уже начинается чисто неврологическая специальность уровень уже специализированной профильной клиники три вещи могут вас заинтересовать во-первых электромиография как таковая то есть исследования когда ставятся игольчатые электроды в мышцы и записывается активность мышц в человеческой медицине широко используется поскольку в человеческой медицине можно поставить поверхностные электроды во всяком случае не такие волосатые люди как собаки поэтому можно использовать поверхностные электроды а к сожалению волосы там шерсть волосяной покров нарушает контакт поэтому кошкам и собакам надо ставить игольчатые электроды И иногда мы это делаем маленьким игольчатым электродом. Буквально пару раз вам удастся это сделать, а дальше животное начнет уже возражать. В человеческой медицине, пожалуйста, поверхностные электроды, все что угодно. Надели электрод, говорите, поднимите то, поднимите это и сделать массу проб. Конечно, животное не попросить что-нибудь сделать по вашей просьбе, поэтому, конечно, есть затруднения у этого метода. С другой стороны, если есть денервация, будут наблюдаться спонтанные импульсы со стороны мышцы. Это будет свидетельством о поражении аксонов. Второе – исследование функции нерва. В частности, вы подводите электроды к нервам в различных участках. Самая классика – это используя так называемую смешную косточку. Есть такое у вас понятие «смешная косточка»? Если вы сюда, на надмышелок кости, нажмете и придавите себе локтевой нерв, вам будет очень неуютно. Это называется смешная косточка у нас в Великобритании. Можете нажать в области литерального надмышелка локтевой кости и увидите, как раз, что как только зажали нерв, вам стало неуютно. То же самое на запястье. То же самое касается межкостных мышц, которые между пясными костями. Ставите сюда небольшие электроды и начинаете ставить сюда симулирующий электрод. Вы можете простимулировать локтевой нерв в одной из точек. И время прохождения электрического разряда от надмышелка до электродов, установленных в межкостных костях, будет характеризовать проведение импульса по нерву. Поэтому можно в различных точках поставить транспондер и ресивер и определить время прохождения сигнала. Дальше. Можно измерять различные расстояния. Например, можно взять совершенно дешевый электрод при таких замысловатых устройствах, который циркулярно накладывается на руку. Измеряется время прохождения сигнала по этому расстоянию, и компьютер высчитывает скорость проведения. Все эти методы полезны для чего? Для того, чтобы продемонстрировать, не страдают ли нервные волокна. Мы говорили с вами о размерах волокон. Крупные волокна – это быстропроводящие волокна, это такие большие крупноизолированные проводники. Если эти крупные проводники теряются, что очень часто при ряде нейропатий, скорость проведения существенно снижается. Второе – это демиеллинизация. Помните, вот я говорила о нервах, о том, что они как провода, о том, что они покрыты изоляцией. И вот миеллин как раз и является своего рода таким изолятором. Если я зачищу сейчас провод, он будет работать? Не будет, он закоротит. Потому что будет теряться заряд. Вот это и происходит, когда имеет место демиеллинизирующий процесс. Заряд уходит, он не идет по проводу. Это называется нарушение проводимости, блок проводимости или замедление проводимости. Поэтому мышечный потенциал действия, сложный мышечный потенциал действия, CMAP. При демиеллинизации заряд будет проходить дольше. Небольшая волна, небольшой сигнал дольше будет идти. Причем идти будет со сниженной амплитудой. Просто покажу пример, это проще. Что это за звук? Это денервация. Мы описываем это таким словом, как «дождь бьет по крыше». Или яйца на сковороде, яичница на сковороде. Дождь по крыше или яичница на сковороде. Такой вот треск. Конечно, неврологи, люди грустные. Мы пользуемся воображением, мы редко когда выходим из кабинета. Вот это спонтанное сокращение мышцы, и звучит оно как «марш-солдат». Такой шум примерно, за счет сокращения мышц. К сожалению, я не могу запустить ролик. Миотония диагностируется электромиографически. Абсолютно классическая картина. Вот такой звук. Это пикирующий бомбардировщик. Вторая мировая война, пикирующий бомбардировщик. Вот такой звук. Тут видеоролика не нужно. По-моему, я вполне хорошо могу вам сделать пантомиму всех электрофилологических явлений. Поэтому звуки, которые мы слышим, используем для того, чтобы диагностировать происходящее. Вот здесь пример животного с нейропатией. Скорость проведения по двигательному волокну нерва. Вот сложный потенциал действия мышцы. Здесь мы видим, что потенциал действия мышцы составляет 2,3 милливольт. Что мало. В норме выше 5 милливольт. Таким образом, мы понимаем, что у животного есть какой-то патологический процесс. Сравнивая со следующим импульсом, мы видим, что он 1,8 милливольт по амплитуде. Он еще меньше предыдущего. Поэтому... Это как раз сравнивали локтевой нерв в разных участках. Поэтому локтевой нерв на дистальных участках стал терять больше заряда. Амплитуда снижается и снижается в разных участках нерва. Чем дистальнее, тем меньше амплитуда. Это значит, вероятно, демиллинизирующий процесс. Плюс скорость проведения. 53 метра в секунду. У собаки 60, по крайней мере. А я вообще сказала бы, что 80 метров в секунду. У многих животных скорость проведения по волокну еще больше. И у меня коллега, Колин Драйвер, продемонстрировал мне животное вот это и говорит, Клэр, что ты думаешь? Две недели назад было у меня это животное, сейчас все стало хуже. Я говорю, знаешь, наверное, нейропатия. Он говорит, согласен. Кондуктивные исследования были нормальные две недели назад, сказал он мне. Я говорю, так нормальные для него. Потому что в норме 80 метров в секунду, как у многих собак. У него 60 метров в секунду. Ну, ты скажешь, что это нормальное референсное значение, но для собаки это плохо. Тем более, что у него эта скорость падала со временем. Поэтому для последующего наблюдения это полезно и применимо. Далее, вот это другой аппарат. Более современный. Аппарат демонстрирует снижение реакции при повторяющихся стимулах. Вот потенциал действия. И при стимуляции мышцы повторными стимулами, вот у той самой немецкой овчарки, можно увидеть, что потенциал действия мышц все хуже и хуже и хуже. Чем больше мы ее стимулируем, тем хуже. Мы видим, снижается на 14% реакция. То есть каждый стимул, ответ на каждый стимул на 14% меньше. Поэтому это также свидетельство места не гравис. Следующим образом, следующим номером выполняется биопсия. Это не всегда делается. Почему? Потому что это дорого. И вообще он может вас разочаровать. Потому что возьмете вы фрагмент мышцы или нерва. Особенно это касается нервов. Мышцы не так. И лаборатория вам ответит, нейропатия. Вы скажете, ну да, спасибо, Кэп. Собственно, за этим биопсию и брали. А почему нейропатия? Я владельцам говорю, ну представьте себе, у вас, например, растет дерево. И у дерева вдруг что-то случилось с корнями. Как будет выглядеть дерево? Листья посыпятся, скажу я владельцу. Ну, возьму я биоптат листочка. Ну, не скажет мне ни листочек, ни побег, что случилось с корнем. Поэтому, например, патологический процесс локализуется в других участках тела. Не надо выполнять биоптат именно нервного корешка, периферического нерва. Поэтому у нас вот в методических рекомендациях написано, что если вы, например, берете, ну, например, образец мышцы, это, извините, я тут путаю дюймы и сантиметры. Я все-таки думаю, это в дюймах, фаренгейтах и так далее. В общем, берете 2 сантиметра на сантиметр фрагмент мышцы вдоль хода мышечных пучков. Конечно, если вы берете биопсию нерва, ну, не надо забирать весь фрагмент нерва. Здесь демонстрируется, соответственно, седалищный нерв, но надо взять фрагмент седалищного нерва, а не весь его иссякать. Ну, и вот примеры гистологии. Вот полимеозит у котят, кошка с диабетической нейропатией, вот аксон, милин должен очень хорошо прилегать, а здесь видим такую свою роду баллонную атрофию, мы видим здесь нейрогенную атрофию мышц за счет таких вот повреждений, и здесь мы видим макрофаги, поражают милин, это болезнь накопления, и вот эти вакуоли, вот эта вакуольная дистрофия, это аномальное отложение липидов. И вот еще пару минут о лечении. Лечение нейромышечных заболеваний, по сути дела, сводится к тому, есть ли специфическое лечение, или будем лечить неспецифическим способом. Часто это дегенеративные заболевания или без лечения, поэтому неспецифическая терапия, в общем, остается главным направлением лечения. Специфическое лечение применимо для эндокринной патологии, у нас есть иммуно-опосредованные заболевания, соответственно, если это протозоидные заболевания, как мой коллега верно отметил, тут можно назначить специфическое лечение. И митохондриальные заболевания лечатся комбинацией рибофлавина, коэнзима, Ку, тиамина и Л-карнитина. Дозировки у вас в распечатках, если я не ошибаюсь. То есть, неспецифическое лечение. Л-карнитин, 50 мг на килограмм два раза в день, или 100 мг на килограмм массы тела раз в день. Антиоксиданты, витамин Е в частности, и жирные кислоты, в частности, рыбий жир и его дериваты. И вот такой фокус, я бы сказала. Вот я начала это с случая диоптической нейропатии. Кошка никак не демонстрировала улучшения на инсулине. И я читала массу публикаций, что вот эта волшебная формула работала для нейропатии. И я решила, а что, если я вот эту формулу использую? И, в принципе, 50% пациентов демонстрировало улучшение. Вот лабрадор-ретривер, я вам показывала, он хорошо реагировал на Л-карнитин. И вот он получает Л-карнитин, ему сейчас 4 года, и хорошо он себя чувствует. Вообще, Л-карнитин не так просто купить. Я 50 кг его купила. Ветеринары покупают, извините, у меня, его трудно купить. Есть ребята, кто со мной близко живут, они у меня покупают. А некоторые живут далеко. И вот я думаю, чем посылать по почте этот Л-карнитин? Может, я посмотрю собаку, что-то порекомендую, другое. Мы встречаемся где-нибудь на полпути, и я ему передаю Л-карнитин где-нибудь в парте. Я такой, белый порошок Л-карнитин. А я его в парте передаю. Представьте, тема такая. У меня белый такой пластиковый пакетик, белый порошочек. У него немецкий док. Мы встречаемся в парте. Я смотрю на собаку, даю ему пакетик с белым порошком, он дает мне деньги. Ну, такая пикантная ситуация, но до сих пор вроде нас не ловили на этом. Место не Гравис. Собственно говоря, самая главная проблема – это аспирационная пневмония, потому что она таки обязательно разовьется. Поэтому нужны антибиотики широкого спектра действия и метронидозол. Антихолиностеразные препараты. Если они у вас есть, они дорогие, то перед стегмином бромид, инфузия с постоянной скоростью, титруйте до эффекта. Это условные такие цифры из методических рекомендаций. Если нет хотя бы неастегмин в дозировке 0,5 мг на килограмм, подкожно, у него есть токсическое побочное действие. Отравление антиацитолхолиностеразными средствами. Не забывайте об этом. Далее, иммуносупрессивные средства. Вместо не гравец, я считаю, что это иммуноопосредованное заболевание. И если вы будете давать просто перед стегмин, это будет симптоматическое, а не этиопатогенетическое лечение. Самый эффективный препарат, на наш взгляд, это амфетилмокофеналат. Ой, я дозировку не поставил. 10 мг на килограмм массы тела 2 раза в день. Опечатка 10 должно быть. Миллиграмм на килограмм массы тела 2 раза в день. Если у вас его нету, мы его сами заказываем, то тогда дексаметазон хотя бы. В чем минус дексаметазона? В том, что развивается полиурея и полидепсия, они будут много пить, и, соответственно, опять-таки, риск аспирации возрастает. В человеческой медицине вообще есть плазмаферез. То есть, по сути дела, берут плазму, и ее просто замещают чьей-либо плазмой, потому что в плазме содержатся антитела. У нас нет такой шикарной возможности. Может быть, планировал, это Королевский ветеринарный колледж, но, тем не менее, это еще не поставлено на поток. Имуносупрессия, в частности, преднизолона, я использую минимальные дозировки из-за полиуреи и полидепсии, риска аспирационной пневмонии. Мофитилмикофенолат 10 мг в килограмм массы тела 2 раза в день. И лефлунамид 24 мг в килограмм перорально раз в день. И продолжаю лечение антихолиностероидными средствами местенон до достижения терапевтического эффекта, поддерживающая терапия местини и гравис. Я жду, пока сейчас все отфотографируют. Полимеозит лечится сходным образом. Единственное, что я мекофенолат еще не попробовал, а поэтому лифлунамид или азотиоприн в комбинации с преднизолоном в максимально низкой дозировке последнего. Необходимо проявлять бдительность в отношении аспирационной пневмонии и следить за питанием животного. Так, опять сейчас пресса все отфотографирует. Я подожду. Господа, у нас же были распечатки. Зачем же камеры? По поводу питания. Имею в виду мелкое дробное питание. Попробуйте очень небольшие шарики корма высоко-белковая или высоко-жировая диета 4-6 раз в день. Мы используем диету Перформанс Хилс ПД или Роял Коанин Гастроинтестинал. В общем, та диета, которая легко переваривается, содержит калории, и, соответственно, можно ее кушать небольшими объемами. Вот, посмотрите, специальная миска и есть инструкции по тому, как изготовить такое подобие миски вот на этом сайте. Вообще, идеально кормить собаку в соответствующем положении. И дальше здесь за счет силы тяжести пища будет уходить вниз, потому что пассаж пищи нарушен через пищевод. Именно поэтому здесь изготовлено такое приспособление. Собаку кормим, например, на лестнице. Это как раз помогает пассажу пищи. Собаки на стероидах имеют свойство чуть ли не всасывать пищу и быстро ее хлебать, поэтому это специальная миска, которая изготовлена так, чтобы животное из него кушало медленно. Имеет смысл, чтобы после еды похлопать собаку по области грудной клетки, с тем, чтобы оно, как бы сказать, прокашлялось. И небольшие дозировки эритромицина. Он действует как прокинетик, стимулирует пищевод и желудок, поэтому может использоваться в случаях мегаэзофагуса. Вот публикация мегаэзофагуса собак. На английском языке, правда, вот сайт, можете владельцам предложить на этот сайт проследовать, потому что по поводу мегаэзофагуса и как вести пациента с мегаэзофагусом, там методические рекомендации для владельцев. Завершить я бы хотел тем, что физиотерапия является очень важным элементом в нашем лечении. Нам посчастливилось, что у нас есть хороший бассейн. Вот с полиардикулярным невритом. Это паралич, так называемый паралич енотов, но у нас их нету, поэтому и янтовидных собак у нас нет, поэтому мы его не называем параличом янтовидных собак, но в Штатах это так называется. Так вот, Вордер Колли плавает в бассейне, ей помогает физиотерапевт. Через несколько недель видите, что собака начинает сама грести. Эта собака была абсолютно беспомощна, и она плавала каждый день. Три месяца провела на курсе реабилитации с этим бассейном. И вот незадолго до выписки у нас есть небольшие опоры, чтобы она зашла в бассейн и вышла из бассейна, чтобы могла постоять. И видите, собака почти сама выходит по лестнице из бассейна. Ну, естественно, не за просто так. И она действительно очень мощно гребет. Нам посчастливилось, что у нас есть такая физиотерапевтическая возможность. Есть и подешевле способ. Ну, такса. Видите, принцип тот же самый. Водный тредмил очень помогает, особенно при нарушении там проприоцепции. Поэтому, наверное, самое важное в ходе этого выступления было рассказать о том, что нейромышечные заболевания это великий притворщик. Диагностировать нельзя, если вы только не думаете об этом заболевании. Его очень трудно не заметить. Многие состояния можно адекватно лечить. Требуются дополнительные методы поддерживающей терапии, как кормление и физиотерапия. И, вы знаете, закончу вот этим слайдом. Это вот тот ветеринар, который все сделал не так. Обычно ректальный осмотр делается рукой туда, а тут только рука торчит. Человек сделал все не так. На этом благодарю за внимание.